всем привет друзья сегодня будем делать простое тесто дрожжевое для пирожков которые будем выпекать духовке она не сильно сдобная но и не не постная смотрите для этого нам понадобится сейчас я вам всю расскажу здесь у меня кефир 200 миллилитров и 150 миллилитров молока дрожжи 15 грамм у меня живые сахар соль 2 яйца и мука сейчас мы дрожжи растворим в кефире с молоком кефир я добавляю молочко все хорошенько размешиваем потом сюда добавляю сахар и дрожжи у меня живые они хорошо растворяются поэтому я сильно не буду ждать пока они начнут действовать 5 минут и будем замешивать тесто здесь у нас дрожжи сюда мы выливаем яйца хорошенько все размешиваем почему сюда делаю я и кефир и молоко тесто получается мягкое и воздушное итак друзья постояла у нас немножко наша смесь добавляем сюда муку на эту порцию идет где-то 600 650 грамм у кого какая мука я сначала немножко насыпаю не всю порцию и на этом этапе соль высыпаем и начинаем замешивать тесто постепенно добавляем муку друзья вот такое тесто у нас получается и сейчас мы сюда добавим растительное масло где-то 50 грамм и начинаем потихоньку вымешивать вместе с маслом собираем в комок постепенно когда вымешиваем почему растительное масло не сливочное это тесто годится для пирожков с капустой с картошкой с луком с яйцом в общем для не сладких начинок поэтому оно выпекается при высокой температуре где-то 200 градусов я ставлю в духовку и тогда оно не высушивается а поджаривается и тесто получается скоро изделие получается с корочкой и хрустящие и в то же время мягкие остаются долго и вкусные очень тоненько тесто получается так продолжаем вымешивать вот такое тесто у нас получается смотрите моего оставляем здесь миски просто миску здесь вот немножко смажьте растительным маслом и накрывайте салфеточкой и ждем пока оно расстоится и потом делаем пирожки с любой начинкой с не сладкой это для пирожков с не сладкой начинкой а пирожки а и и и и и 500 шагов снижает.